На консультацию к юристу Людмила Сергеевна ходит во время редких перерывов в работе. Пенсионерке пришлось устроиться кондуктором, чтобы было чем оплачивать коммунальные услуги, ведь половина ее основного дохода – пенсии – теперь уходит на оплату долга. С 1 февраля устроилась на работу, но не очень удачно. Неделю всего проработала, и период адаптации, видимо, такой тяжелый, вышла на больничный, с тяжелой температурой. Эта история началась весной 2013 года. По словам Людмилы Сергеевны, к ней с просьбой обратилась соседка. Забрать какую-то сумму денег у такого-то человека. Он должен приехать в наш двор. Все, что мне было высказано, я согласилась. Она мотивировала это тем, что человеку нельзя себя показывать, что он депутат, и это должно пройти втайне. Спустя некоторое время человек, которого зовут Александр Иванович, действительно подъехал и, как говорит пенсионерка, добровольно отдал деньги. Он из кармана достал мне сумму, сказал, что 150 тысяч здесь. Без пакетика, без конверта, из рук в руки, сложенная пачка денег. Взамен не было даже разговоров о недоверии каком-то или о расписках каких-то. Все очень спокойно и добровольно. Ситуация повторялась несколько раз. Пенсионерка забирала деньги, отдавала соседке и никаких проблем. Пока осенью 2014 года звонком из суда Людмилу Сергеевну не оповестили, что депутат подал на нее в суд. И у него есть расписка, где сказано, что пожилая женщина обязуется вернуть ему 587 тысяч рублей, которые взяла в долг на два месяца. Свою версию событий депутат подробно изложил в исковом заявлении. В итоге с октября прошлого года 50% пенсии уходит на оплату долга. Но Людмила Сергеевна продолжает настаивать. Расписку у нее никто не просил и ничего подобного она не подписывала. Получив копию документа, адвокаты заказали почерковедческую экспертизу. При обращении в прорывательные органы было установлено, что в расписке, которую представил Олежков Александр Иванович, ни роспись, ни сам текст не был изготовлен Чикуровой Людмилой Сергеевной. И теперь намерены вернуть выплаченные пенсионеркой деньги. По словам адвоката, законный представитель депутата не отвечает на их звонки. Нам же удалось дозвониться, чтобы услышать вторую сторону. Приводим разговор, что называется, без купер. Алло. Игорь Юрьевич. Я. Доброе утро. Это телеканал ТНК «Нефтеканск». Здравствуйте. Должна предупредить, наш разговор записывается. Звоним мы вам по такому вопросу по поводу Чикуровой Людмилы Сергеевны. Вы же представляете Олежкова. Выслушать мнение противной стороны рассчитывали и на заседание суда, которое было назначено на утро 12 февраля. Но слушание закончилось, по сути, так и не начавшись. Мы подали заявление о пересмотре по вновь от решительствам. На судебное заседание вызвали как нас, заявители, так и заинтересованное лицо. К сожалению, заинтересованное лицо не пришло. От извещения судебных этот уклоняется. Телефон свой на данный момент отключил. Каких-либо возможностей с ним связаться нет. На данный момент правоохранительные органы пытаются также связаться с ним, но пока безрезультатно. По мнению адвоката, таким способом процесс можно затянуть. Кто прав, кто виноват, в этой истории может решить только суд. Ну а пока слушание перенесли на месяц.